Добрый день! Меня зовут Самулинка Наталь. Этот сюжет появился после того, как один блогер-садовод на своем канале, рассуждая о поливе, высказала мнение, что если вы приехали на дачу в жаркую погоду и видите подвявшие растения, то ни в коем случае нельзя их поливать. Ведь на улице шпарит солнце и капельки дождя могут прожечь листья. Через маленькие отверстия проникнет коварный вредитель и растение погибнет от грибного или какого-нибудь другого заболевания. Нужно дождаться вечера, а еще лучше утра и только тогда поливать. Не знаю, как вам, но мне кажется, что получить ожоги или погибнуть когда-нибудь от вредителя это все же лучше, чем здесь и прямо сейчас гарантированно умереть от жажды. Представьте себе, вы встречаете человека в пустыне, страдающего от жажды. У вас в руках бутылка воды, но вы ее не дадите ему, так как его сначала нужно вывезти из пустыни, накормить, уложить спать. И только после этого, когда антураж будет подходящий, ему можно будет дать выпить воды. Представили? Вам не кажется, эта картина немного абсурдной? Так почему, если растение пересохло, нужно чего-то ждать? Вы уверены, что растение доживет до вечера? Почему не взять и не полить? Давайте вместе разберемся, сколько, когда и как нужно поливать. Мы с вами знаем, что полив зависит от ряда факторов. Высажено растение в грунт или сидит в контейнере. Посажено оно в этом году или несколько лет назад. Тень или солнечное место. Вид самого растения и его фенологическая фаза. И, наконец, какая у вас земля. Все это влияет на частоту полива. И все-таки, как часто нужно поливать? Если у вас растения в контейнере, или вы их только-только посадили, то поливаем часто. В своем садовом центре мы поливаем каждый день, а иногда и два раза в день. Контейнеры относительно корневой системы небольшие, черного цвета. В теплые жаркие дни земля в них быстро пересыхает и нагревается. Когда растений на площадке много, а на улице стоит жара, мы не можем себе позволить ждать 7 вечера, чтобы полить растения. Пока мы будем ждать благоприятной погоды, большинство растений просто погибнет. Хорошо, если это будут лиственные растения, они засохнут и потеряют лист прямо у нас в садовом центре. А если это хвойные? Представьте себе, вы покупаете в питомнике сосну или можжевельник, а через две недели оно засыхает. Хвойные долгое время сохраняют свой декоративный вид, даже тогда, когда растение уже погибло. Поэтому, если вы купили растения и не готовы их сразу посадить, то поставьте их в тень и не забывайте поливать. А еще лучше прикопайте их прямо в горшке. Так контейнер не будет перегреваться, а растения прекрасно дождутся, пока вы выберете им постоянное место. Если вы увлекаетесь контейнерным озеленением, а это очень перспективное и интересное направление, то знайте, что контейнер должен быть как минимум в два раза больше корневой системы. Это, между прочим, также позволит немного реже поливать. Вышесказанное также касается и только что посаженных растений в открытый грунт. Есть мнение, что если вы посадили какой-нибудь засухоустойчивый вид, то его часто поливать не надо. Поверьте, я видела очень много обыкновенных сосен, эхинацей и седумов, которые погибли от недостатка воды. Эти растения достаточно засухоустойчивы, но в первый год посадки они нуждаются в дополнительном поливе ничуть не меньше, чем любое другое растение. Корневая система еще недостаточно развита и не может сама себе добывать воду. Итак, мы выяснили, что растения, купленные в контейнерах, высушенные в балконные ящики или кашпо, а также только что посаженные растения, мы поливаем регулярно. Теперь как часто? Каждый день? Через день? Каждый час? Или раз в неделю? Этого я вам не скажу. Все зависит от погоды. Смотрите, чтобы почва всегда была влажной. Она не должна быть пересушенной и не должна быть переувлажненной. И в том и в другом случае растение погибнет от дефицита влаги. В первом случае, потому что воды нет. А во втором, потому что воды много. Она вытеснила воздух из почвы, и корневая система также не смогла обеспечить крону водой и питание. Если растение посажено давно, то каждый день или через день носиться со шлангом не нужно. Корневая система может сама о себе прекрасно позаботиться. Но это вовсе не значит, что если на улице уже вторую неделю стоит жара, а ваша почва похожа на марсианскую пустыню, то не поливаем и надеемся на засухую устойчивость наших посадок. Конечно, поливаем. Не забываем никогда, что весной, чтобы нормально дать растению старт, нужна вода. Во время цветения нужна вода. И чтобы нормально вызрели плоды, тоже нужна вода. И если в этот период воды не хватает, то полейте, пожалуйста. Теперь как поливать? Под корень или по кроне? Если честно, то и так, и так. Как можно выбирать между ежедневной чашечкой чая, кофе или воды и душем? Это разные и несопоставимые вещи. Что вы выберете, если вас поставят перед выбором? Конечно, воду. Без душа, конечно, плохо, но как-то прожить можно. А вот без воды никак. Есть культуры, которым не очень нравится принимать душ, и их лучше поливать под корень. Но их не так много. По поводу ожогов на листьях, сжатую полгода. Конечно, если вы сбрыжнули водой по кроне, то холодные капли, попавшие на раскаленную листву, сработают как линза и оставят на ней ожоги. Но вы видели когда-нибудь ожоги на листьях после дождя? Я? Нет. Конечно, в жару по кроне лучше не поливать. Оптимальное время для таких водных процедур это утро или вечер. Но если другого выхода нет, настройте опрыскиватель на мелкую каплю. Вода быстро испарится и никакого ожога не будет. В каких случаях эта процедура необходима? В первую очередь, в сухую ветреную погоду, когда тонкий слой пыли снижает способность растения эффективно фотосинтезировать. Во-вторых, душевание имеет смысл, когда почва влажная, а крона все равно слегка подвяла. Это позволит быстрее восстановить водный баланс растений. Ну и наконец, это профилактика от вредителей. Если на растении появилось небольшое количество вредителей, то водой вы просто их смываете. Понятно, что при большом количестве это не поможет. Но при начальной стадии почему бы и нет. Только не воспринимайте такой полив, как основной. Надеяться только на растительные поливалки и сплинкеры тоже не стоит. Эти приспособления хороши для полива газона. Они промачивают лишь верхний слой почвы. В этом случае корневая система не стремится в глубину, ведь живительная влага находится на поверхности. Поэтому лучше поливать растения под корень и стараться вылить столько воды, чтобы промочить хотя бы 40-50 сантиметров. Лучше больше, но ведь не всегда есть такая возможность. Несколько слов о поливе под корень. Наткнулась на советы, что совсем под корень поливать нельзя. Во-первых, там нет корней. Во-вторых, вы вымоете весь грунт. Первый пункт верен только для тех растений, которые не один год растут в грунте. Причем здесь есть один нюанс. Размеры корневой системы действительно в большинстве случаев пропорциональны кроне. Но на бедных грунтах подземная часть намного обширнее наземней. Корни все время находятся в поиске воды и питательных веществ. А на плодородных грунтах наоборот. Корневая система не стремится сильно разорастаться. Зачем? Все питание рядом. И так хватает. Но если растение только посажено, о какой пропорциональности может идти речь? Конечно, корень меньше крона. И поливаем мы ближе к стволу. Что касается вымывания грунта. Если честно, я плохо себе представляю садовода, который будет спокойно смотреть, как вода вымывает почву из корней. Ну, простите меня, я в такое не верю. Теперь о почве. Как и погода, садовод никогда не будет доволен своей почвой. Песок плохо, глина плохо. Никак не угодить. Но плохих почв нет. К ним просто надо подстроиться. Песчаные грунты лучше поливать дольше, чтобы максимально промочить грунт. А вот глинистые почвы лучше чаще, но маленькими порциями. Помните, что глина очень быстро покрывается водой и воздухонепроницаемой коркой. Поэтому глинистые почвы неплохо бы регулярно рыхлить. Что еще не разобрали? Точно. Полив растений холодной водой. Есть мнение, что все садовые растения нужно поливать теплой водой. Отчасти соглашусь. Есть ряд теплолюбивых культур, родом из Африки или Южной Америки, которые нельзя поливать водой из скважины или колодца. Полив таких растений ледяной водой может стать сильным стрессом для них. Это в первую очередь касается огурцов, помидоров, перцев и некоторых летников. Но никакого отношения к растениям открытого грунта это не имеет. Представьте себе на минуту, сколько накопительных емкостей вам необходимо для полива пяти плодовых деревьев, двадцати кустарников и тридцати многолетников. Исходя из расчета, что под взрослое дерево иногда необходимо вылить 100 литров воды, под кусты 10 литров и под многолетники. По сравнению со всем остальным это сущие пустяки. Представили? А ведь я назвала минимальный набор растений. Уверена, что у вас растений намного больше. Теплая вода это безусловно хорошо, но в ней нуждаются теплолюбивые культуры. Растениям в открытом грунте прекрасно мерятся с водой из колодца и из скважины. Она в любом случае плюсовая и не менее 10-15 градусов. Посмотрите на растения в нашем садовом центре. Разве похоже, что они испытывают сильный стресс от полива холодной водой? Или в жаркие часы? Или от полива под корень? А может им плохо от вечерних водных процедур? Почему-то мне кажется, что растения себя отлично чувствуют. О воде в жизни растений можно говорить еще долго. И мы затронули только половину тем, не освещенной. Осталась тема сухого полива. Мы ни слова не сказали о том, как спасти растения во время возвратных заморозков. Впереди также рассказ о том, как сократить испарение в листве и хвой. Интересных тем много. И мы обязательно осветим их в ближайших выпусках. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал.